17 февраля в Театре Кукол состоится спектакль для самых маленьких. Круглый год. Через живую музыку, свет и выразительные средства артисты рассказывают начинающему зрителю об очень важной метаморфозе, происходящей в природе с мини времен года. Начинаем следить в 16.30 и 18.00. А в Норильске продолжается межрегиональный конкурс юных исполнителей эстрадно-джазовой музыки «Снежный блюз-2018». В этом году на конкурс заявили сразу 50 участников, сольные исполнители и ансамбли. Каждый из них настроен на победу, но от поддержки не откажется. Первую ноту услышим в 13.00. В Ачинске же увидим удивительные скульптуры, которые составляют персональную выставку Татьяны Шули. В экспозиции представлены скульптуры и графические листы, созданные художником в течение последних 13,5 лет и посвященные преимуществе на теме цирка. Открывает двери музейно-выставочный центр ровно в 10 утра. Спортивная жизнь края не менее насыщена. Сразу три первенства привлекут самых ярких и сильных спортсменов со всего нашего региона. В Назаро 18 февраля пройдут соревнования по мини-футболу среди девушек 15 и 16 лет. На два дня прекрасные дамы забудут про платье и сразятся в ловкости и умении владеть мячом. Болеем за всех спортсменок с 9.30 утра. Еще одни юные спортсмены на этот раз по греко-римской борьбе свои силы и умения продемонстрируют в Зеленогорске. На протяжении двух дней юниоры до 16 лет поборются за первые места, а мы их обязательно поддержим. Еще одни спортсмены нуждаются во внимании болельщиков. На этот раз в Красноярске, где состоится открытое первенство края среди ветеранов спорта, участвуют мужчины и женщины. Не только поддерживайте спортсменов, но и сами старайтесь проводить выходные активно, с пользой и с утром на Енисеи.